Привет, меня зовут Лиля Константин и сегодня я расскажу про программу Final Cut Pro версии X. Немного об этом в компьютере. То есть это iMac с версией OS X LEV Lion с процессором Intel 5, 2,5 ГГц и оперативки 16 ГБ памяти. Теперь загружаем саму программу. Загрузка происходит довольно быстренько, при этом он подгружает предыдущий рабочий файл программы. На примере покажу как происходит само создание. То есть создаем новый проект. Для этого удерживаем кнопку Ctrl и нажимаем мышку. Новый проект. То есть пусть он будет назван этой же датой. Далее идем, нажимаем на эту кнопку и попадаем в список всех проектов, которые были. Соответственно создаем новый и назовем его Добавление памяти. Здесь настройки у нас стоят, то что видео настройки будут автоматом подобраны в соответствии с первым добавленным видеоклипом. Но звук оставляем по умолчанию. Итак, у нас получается новое поле, новая лента. То есть все абсолютно новое. И теперь добавляем видео. Видео у меня лежит на рабочем столе. Вот рабочий стол. И просто перетаскиваем видео в поле программы. Программа нам сразу определяет, что данное видео записано с такими-то настройками. И для того, чтобы рендер шел более быстро и качественно, ну то есть мы не теряли на этом время, это оптимальные настройки, которые определила программа. Соответственно жмем ОК. И у нас добавилось видео, которое уже в принципе можно воспроизводить. То есть там iMac идет звук. Вот этот вот кругляшочек показывает то, насколько данное видео готово для просмотра. То есть в данном случае оно крутится. Это значит, что идет предварительный рендер данного видео. Но смотреть мы можем уже его в любой точке сразу. Например, если нажать на эту кнопочку, то можно делать ускоренную прокрутку. Вот, то есть я вожу мышкой, и у меня меняется и звук в соответствии со скоростью, как я вожу, и видео. То есть я эту функцию выключаю, чтобы мне не мешало вот так вот быстро выбирать нужные сегменты. Теперь, например, я хочу добавить какой-то видеофрагмент из прошлого моего проекта. То есть, например, из этого. То есть я беру этот кусок. Это у меня в данном случае моя заставка. Так. И тащу ее вперед. Дальше перехожу обратно в свой проект. То есть получается я из прошлого проекта перетащил свою стартовую заставку. Получается уже совместил как бы два куска видео. Вот. Ну и как вариант, этим же куском, например, но уже не целиком, а я хочу, чтобы было вот с мигающей надписи. То есть я выделил необходимый мне фрагмент, он начинается отсюда и заканчивается вот этим. Этот кусок я тащу в конец всего видео. То есть этим видеоролик будет закончен. Этим куском. И вставляю сюда. Все. У нас получается, как видно, задуманное. Вот. То есть таким образом вставляются видеофрагменты. Далее. Переходим дальше. То есть сейчас будет процесс о том, как в принципе сделать готовый ролик с сырого, отснятого материала, который вот я сейчас сюда добавил, о том, как я менял память в этом компьютере. То есть нажали на воспроизведение. Это кнопка Space. И вот дополнительная память. То есть теперь мне необходимо вырезать весь мусор, который был на этом видео. То есть смотрю, что мне тут не нужно. То есть в данном случае я помню, что вот здесь вот я камеру положил на пол. Соответственно смотрю по звуку. Мордой вниз, так скажем. И самая память находится вот за этой плашкой, которая держится на трех винтах. Сейчас эти винты открутим и посмотрим, что находится внутри. Вот. На этой фразе я ставлю на паузу. Это кнопки зума, ленты, чтобы можно было более точно выделять нужное или не нужное. Кнопка резать находится вот здесь. Называется Blade. то есть я подношу к тому месту, где мне надо отрезать кусок и нажимаю. Все. У нас фрагмент видео разделился на два. То же самое. Я вырезаю фрагмент и перехожу обратно на выделение. Эту часть я выделяю и нажимаю кнопку удалить. Все. Ненужный фрагмент у нас удален. Находится внутри. Так. То есть вот. Открутили три. Смотрим дальше. То есть дальше по видео идет все нормально. Обычно. Крестовая отвертка. То есть самая обычная. Смотрим, что еще тут может быть. Наверное, не видно. Вот. Тут. Сигновато, наверное, не видно, да? Сейчас попробую приподнять, чтобы было видно. Так. Вот. То есть память держит у нас вот эти вот... Это понятно. Все нормально. Смотрим, что дальше надо вырезать. Вот этот фрагмент темный. Делаем немножко по-другому. Вот падал свет. Вот этот вот. Вот. То есть вот. Вот. До этого момента соответственно часть не нужна. Ее опять же удаляем отсюда. И ну до сюда можно. Проверяю так ли или нет. Теперь их вынимаем. Ага. Оттуда. Вот вырезал неправильно. Поэтому вынимаем. Слово закончилось вот здесь. Поэтому правую часть я просто сдвигаю вот до сюда. И срез у нас пошел уже здесь. Проверяю эту часть. Эту часть соответственно мне надо сдвинуть обратно. вот правую часть беру и сдвигаю здесь. Проверяю еще раз. Оттуда вынимаем. Еще раз сдвинули и проверяю эту часть. Ого. Опять же правую часть я поддвигаю. Вот. То есть вот эта часть мне не нужна. Удаляю. Смотрим дальше что не нужно. опять черная часть. Смотрим по звуку. Поэтому надо будет наверное ее оттуда выковыривать. Все. Нашли фрагмент который нам не нужен. Это точка среза будет вот здесь. Отлично. И дальше ищем где она закончится. вот здесь. Отогнем хвостики. Обрезаем часть вот тут. Опять же этот ненужный кусок удаляем. Отлично. Смотрим дальше. Где было закончено. Вот он фрагмент. Внимаем отсюда уже модуль памяти. Вот так он установлен. Чтобы не забыть лучше положить его так же. И теперь вынимаем второй модуль памяти. Теперь вырезаем опять же ненужный после этого интервал. и вот до сюда он продолжается. Эту часть опять же удаляем. Вот очередной момент который надо вырезать. точно так же вставляем ее туда. Вставляем ее туда. Значит вырезаем на этой фразе. Смотрим дальше. Что здесь интересного? Модуль памяти надо засунуть так, чтобы он сел плотно в пазы немного защелкнув. Вот так. На фразе защелкнув вырезаем и вот здесь вырезаем. Все лишнее удаляем. Смотрим далее. ловки памяти при установке вот здесь вырезаем. То есть пока видео редактирование идет на той стадии, когда мы оставляем только все нужное для того, что должно быть в видео. есть вот как видно вынимали точно в таком же порядке, поэтому это надо не перепутать. надо не перепутать. Вынимали точно в таком же порядке, поэтому это надо не перепутать. Этот фрагмент опять же удаляем. Итак, на слове «Итак» можно вернуться обратно на просмотр видео. эту часть удаляем. Смотрим дальше, что тут интересного. Ага, вот здесь. На винтиках. На винтиках и дальше обрезаем. Дальше процесс закрутки винтами идет. Удаляем тот момент, где я не держал камеру. и дальше что у нас закрутили. Можно опять же обрезать. Удаляем опять же ненужную часть. Вот например обрежем до появления клавиатуры клавиатуры. Часть большая не нужна. Вот она закончилась тут. Смотрим, что дальше. подключаем. того, как все подключили, включаем компьютер. Ага, это все нормально, оставляем, происходит процесс загрузки. теперь посмотрим. Ну, это все в принципе надо, поэтому пусть будет. Больше никаких глюков, которые надо вырезать, не имеется. Все, на этом мы закончили вырезание ненужных фрагментов видео. Дальше, например, покажу, как сделать плавные переходы. то есть это делается легко, то есть переходим в панельку эффекты перехода вот и выбираем я, например, использую растворение, то есть когда один видеофрагмент плавно переходит в другой, то есть двигая мышку влево-вправо можно посмотреть, как работает эффект. После того, как выбрали эффект, просто тащим его на место стыковки между двумя клипами. И тут же можно уже сразу посмотреть, опять же, двигая влево-вправо, работает эффект или нет. Ну или, что более точно, нажимаем play. Вот нам эффект. Все работает. Точно так же я эти эффекты плавного перехода вставляю на все стыки, которые были сейчас вырезаны. То есть вот, например, первый стык ставлю сюда, второй стык ставлю сюда, вот здесь, здесь. То есть все применяется очень быстро. Точно такая же скорость была и на 4 гигабайт видео, поэтому проблем в этом нет. это заслуга новой версии Final Cut Pro. Вот. То есть в принципе получается видеоролик готов. Кнопки сохранения в данной версии нет как таковой в принципе. То есть все макеты, которые мы делаем сохраняются автоматически. Любые действия. То есть это надо учесть в отличие от предыдущих версий. Сохранения нет. у нас есть события, которые мы создаем по датам. Вот. То есть данный ролик готов. Дальше его надо вывести. Вывожу я его, нажимаем меню Share и вывести можно, например, как выложить сразу на YouTube, Facebook, в Meo, экспортировать видео можно в стандартные Apple-овские настройки. Вот, например, выбирая кодеки, которые стандартные для Apple и macOS. Я же предпочитаю выводить через настройки компрессора, который приобретается отдельно как дополнение к Final Cut Pro. Вот. То есть нажав на него можно выбрать более тонкие настройки по тем кодекам, которые интересны для ну, по сжатию по размеру файла. То есть я их подбирал так, чтобы мне было это удобно. Происходит подгрузка. Вот. То есть у меня сделаны мной два профиля. То есть один для видео 1080p, другой для видео 720p. В данном случае видео снято в 720p, поэтому я выбираю его. Это уже предустановленные мои настройки. где можно посмотреть вот например так. Все ли правильно или нет. да, видео 1280x720. все настройки поджатия у нас получаются скрыты в самой программе, которую я делал уже настраивал до этого. Нажимаю Next и указываю куда сохранить. Например, сохранить, ну, пусть будет в фильме. Название такое же. Нажимаю Save. и дальше пошел процесс вывода файла. Как вариант появился Share Monitor, то есть тот, который позволяет следить за процессом вывода файла. То есть нажав буковку и можно посмотреть например сколько прошло времени и сколько времени примерно программа прогнозирует что должно пройти. То есть в данном случае она показывает что надо 3.30 ну уже 4 минуты подождать до конца вывода видео. Само видео судя по этой надписи внизу занимает почти 9 минут. То есть весь видеоролик занимает 9 минут в формате 720p и выводиться он будет вот уже 6 минут получается будет идти рендер. Цифра опять же будет меняться в зависимости от того как больше компьютер поработает с этим видео. То есть более точную цифру он скажет уже где-то процентов на 40 может быть где-то так. Видео уже приближается к 7 минутам рендер. Вот в общем в принципе и вся работа. Дальше получаем готовый видеофайл который можно уже заливать или использовать на других компьютеров. То есть это уже на ваше усмотрение. все на этом пока ждите это видео в интернете как обычно от меня новые видеообзоры все что угодно то есть все появится на ютубе или где-то еще на моих блогах. Всем пока Ля-ля Константин на ютубе два Продолжение следует...